Всем доброго времени суток! Сегодня также будет коротенький выпуск, ибо я просто не знал куда еще прилепить две сегодняшние игры. Обе они вышли на черно-белых портативках. Начнем с геймбоя и игры Raging Fighter, она же Outburst от Konami. Хм, уже вторая игра от них за этот год. Итак, перед нами крайне примитивный файтик. Ну и это понятно, ибо всего-то две кнопки, особо не разгуляешься. Одна кнопка для удара рукой, другая для удара ногой. Однако разрабы дали персонажам гораздо больше ударов. Все зависит от того, с каким направлением вы нажали удар и на каком расстоянии находятся персонажи. С одной стороны, это, конечно, похвально, что разрабы явно не сидели сложа руки. С другой, тут же возникает проблема тормознутости этого управления. Описать словами, как неприятно в это было играть, просто физически невозможно. В Dragon Ball было более отзывчивое управление. В итоге никакой тактики в этой игре нет. Вы просто мешите по кнопкам в надежде хоть какой-то удар нанести. Реагировать на что-то с такой дичайшей задержкой просто невозможно. А уж про выполнение спешлов и да, они тут есть, можно вообще забыть, ибо они будут срабатывать только по праздникам. По-китайским. Да, все настолько плохо, все настолько, мать его, плохо, что даже такая банальная вещь, как блок, и то не всегда срабатывает. Про боевку больше сказать нечего. По сути, чистейший клон стритфайтер, только со всратым в жопу управлением. И не надо мне говорить, мол, а чего ты ожидал от геймбоя? Ну так у СНК же неплохо получилось, второй Fatal Fury портанул. Почему у Konami оказались руки кривые? Разнообразия в игре также мало. Есть стандартный турнир, версус режим, режим истории, якобы. Есть еще режим практики. Хоть за это спасибо. Режим истории же это полная чушь. Вы бьетесь рандомно выбранными персонажами с компьютером на манер выживания. У вас есть три бойца, у комба четыре. И да, здесь всего семь персонажей. Так вот, после боя вам, не восстанавливая здоровье, тут же ставят бой с последующим бойцом. То есть, мало того, что вам не дают выбрать ваших персонажей. И ставят вас явно в проигрышную ситуацию. Так еще и в конце будет зеркальный бой. Это типа босс такой. И за победу вам не дают ни хера. Сюжетный мать его режим. Даже надписи «Поздравляем» нет. Ах да, я еще забыл сказать о сложности. Вы ведь помните, как здесь всрата управления, не так ли? Я думаю, не нужно говорить, что комп этих сложностей само собой не испытывает. Отсюда сложность игры просто запредельная. Ваши удары работают, когда им надо. Какой конкретно удар ваш персонаж выполнит, тоже неизвестно. Да еще и блок не всегда работает. Есть ли у этой игры плюсы, спросите вы? Вообще-то да, есть. Графически игра выглядит неплохо. Анимация бойцов хороша. Ну, для восьми биток, по крайней мере. Музыкальное сопровождение, ну, тоже неплохое. Что для Konami тех лет скорее данное. В остальном же игра полное говно. Полтора балла из десяти от меня. В плюс игре можно отнести графику и звук. В всего семь персонажей, два из которых это клоны. Убитая в жопу боевка, сратое управление, отсутствие сюжета в сюжетном режиме, невменяемая сложность и однообразные задние фаны. А знаете, что самое веселое? Есть игра и похуже, и она тоже имеет отношение к Konami. Причем, я даже говорить ничего не буду. Скажу только, что этот файтинг выпустила студия Сачен для портативки Ватара Супервижн. Представляю вам, барабан на дропе, кунг-фу-стрит. Ничего не напоминает? Да, пираты не оставили ни один камень нетронутым. Ни одну приставку не оскверненной. Даже такую дичь, как Супервижн. Я думаю, то, что вы сейчас видите на экране, даже не стоит комментировать или как-то оценивать. Пожалуй, я просто тихо и спокойно закончу на этом выпуск. Ах, мне надо выпить.